Действительно, положение его становилось все более и более эксцентричным. Мало того, это была какая-то насмешка судьбы. С ним Бог знает, что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным. И вот, не прошло какого-нибудь часу, и он всеми болями своего сердца слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того, он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря, чтоб ты провалился, проклятый, навязался на шею. Все это он уже давно прочел в его взгляде. Конечно, Иван Ильич, даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы искренне, не только вслух, но даже себе самому, что все это действительно точно так было. Минута еще вполне не пришла, а теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце, оно ныло, оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич. Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спасаться, что все это вдруг стало не тем, ну, совершенно не так обернулось, как мечтала с Давича на мостках. Я ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтобы здесь есть и пить? Спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем в самом деле он вошел. Ну, как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажут, например, завтра же, потому что ведь везде разнесется Степан Никифорович, Семен Иванович в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных. Нет, надо так уйти, чтобы они все поняли, зачем я приходил. Надо нравственную цель обнаружить. А между тем патетический момент никак не давался. Они даже не уважают меня, продолжал он. Чему они смеются? Они так развязаны, как будто бесчувственные. Да, я давно подозревал все молодое поколение в бесчувственности. Надо остаться, во что бы то ни стало. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе. Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России. Я их еще увлеку, да, может быть, еще совершенно ничего не потеряно. Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтоб их привлечь? Какой бы это такой прием изобресть? Теряюсь, просто теряюсь. И чего им надо? Чего они требуют? Я вижу, они там пересмеиваются. Уж не надо мной ли, Господи Боже, Да чего мне-то надо? Я-то чего здесь? Чего я-то не ухожу? Чего добиваюсь? Он думал это. И какой-то стыд, Какой-то глубокий, Невыносимый стыд Все более и более надрывал его сердце. Но все уж так и шло одно к другому. Ровно две минуты спустя, Как он сел за стол, Одна страшная мысль Овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, Что ужасно пьян. То есть не так, как прежде, А пьян окончательно. Причиною тому была рюмка водки, Выпитая вслед за шампанским И оказавшая немедленно действие. Он чувствовал, Слышал всем существом своим, Что слабеет окончательно. Конечно, К куражу прибавилось много, Но сознание не оставляло его И кричало ему нехорошо, Очень нехорошо, И даже совсем неприлично. Конечно, неустойчивые пьяные думы Не могли остановиться на одной точке. В нем вдруг явились даже осязательно Для него же самого какие-то две стороны. В одной был кураж, Желание победы, Неспровержение препятствий И отчаянная уверенность в том, Что он еще достигнет цели. Другая сторона Давала себя знать Мучительным нытьем в душе И каким-то засосом на сердце, Что скажут, Чем это кончится, Что завтра-то будет, Завтра, Завтра. Прежде он как-то глухо предчувствовал, Что между гостями у него Уже есть враги. Это от того, Что я, верно, и давече был пьян, Подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, Когда он действительно По несомненнейшим признакам Уверился теперь, Что за столом действительно Были враги его, И что в этом уже нельзя сомневаться. И за что? За что думал он? За этим столом поместились Все человек тридцать гостей, С которых уже некоторые Были окончательно готовы. Другие вели себя С какой-то небрежной, Злокачественной независимостью, Кричали, Говорили все вслух, Провозглашали преждевременно тосты, Перестреливались с дамами Хлебными шариками. Один, какая-то невзрачная личность В засаленном сюртуке, Упал со стула, Как только сел за стол, И так и оставался До самого окончания ужина. Другой хотел непременно Влезть на стол И провозгласить тост, И только офицер, Схватив его за фалды, Умерил преждевременный восторг его. Ужин был совершенно разночинный, Хотя и нанимался для него повар, Крепостной человек какого-то генерала. Был галантир, Был язык под картофелем, Были котлетки с зеленым горошком, Был, наконец, гусь И под конец всего Бламонже. Из вин было пиво, Водка и херес, Бутылка шампанского Стояла перед одним генералом, Что принудило его самого налить Иакиму Петровичу, Который собственной своей инициативой За ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям Предназначалось горское, Или что попало. Самый стол состоял из многих столов, Составленных вместе, Число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, В числе которых была одна Ярославская цветная. Гости сидели вперемешку с дамами. Родительница псилдонимова Сидеть за столом не захотела, Она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная Женская фигура, Не показывавшаяся прежде В каком-то красноватом шелковом платье С подвязанными зубами И в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, Согласившаяся выйти, наконец, Из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила По причине непримиримой своей вражды К матери псилдонимова, Но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, Даже насмешливо, И, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась До крайности подозрительной. Но кроме нее и некоторые другие лица Были подозрительны И вселяли невольное опасение И беспокойство. Казалось даже, что они В каком-то заговоре между собою И именно против Ивана Ильича. По крайней мере, ему самому так казалось, И в продолжении всего ужина Он все более и более в том убеждался. А именно, злокачествен был один господин с бородкой, Какой-то вольный художник. Он даже несколько раз посмотрел На Ивана Ильича И потом, повернувшись к соседу, Что-то ему нашептывал. Другой из участникса Был, правда, совершенно уж пьян, Но все-таки по некоторым признакам Подозрителен. Худые надежды подавал Тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был Не совсем благонадежен. Но особенную и видимую ненавистью Сиял сотрудник Головешки. Он так развалился на стуле, Он так гордо и заносчиво смотрел, Так независимо фыркал. И хоть прочие гости И не обращали никакого особенного внимания На сотрудника, Написавшего в Головешке только четыре стишка И сделавшегося от того либералом, Даже, видимо, не любили его, Но когда возле Ивана Ильича Упал вдруг хлебный шарик, Очевидно, назначавшийся в его сторону, То он готов был дать голову на отсечение, Что виновник этого шарика Был никто другой, Как сотрудник Головешки.